14 часов 40 минут. Начало лекции. На прошлой лекции, которая была почти неделю назад, я ввел понятие поверхности. Поверхности локальной, поверхности в окрестности некоторой точки. И дал определение, два варианта конструкции поверхности. Первый вариант, это было неявное задание поверхности. Я дал определение такое, что у нас было в n-мерном пространстве, пространство было rn, n-k уравнений было, и они в разумных ситуациях, когда там было выполнено некоторое условие на ранг, ну и в общем некое условие невырожденности, то тогда у нас n-k уравнений, соответственно n неизвестных, ну если считать, что у нас есть система координат. И у нас вот такие уравнения задавали поверхность s и размерность поверхности s равнялась k. Вот эти вот слова я никак не определял. Я прям так говорю, поверхность s, размерность k, если и так далее. Ну с другой стороны, как-то мы все-все представляем, что такое размерность поверхности не только линейного пространства, но и поверхности не только афинного пространства, но и такой галаренькой поверхности. И это было неявное задание поверхности и было задание параметрическое. Это пусть у нас есть отображение из rk в rn, и где n у нас было больше k, и пусть у нас есть отображение, отображение я здесь не написал, ну ладно, я напишу f. И пусть у нас у f постоянный ранг, который равен k, то есть отображение полного ранга, то есть если мы возьмем и перепишем все это в каком-то естественном виде, то определитель будет размерности максимального, определитель матрицы якоби будут иметь максимальный ранг. Ну и тогда образ, образ вот этого подпространства в большее пространство, это была поверхность размерности k, опять же. Здесь была размерность k линейная, ну а здесь f у нас не линейное отображение, ну соответственно получается поверхность размерности k. При этом я не говорю этого, но я считаю, что все это происходит в окрестности некоторой точки x0, то есть я считаю, что у нас есть точка x0, которая лежит на образе, ну и вот в маленькой окрестности у нас все это выполнено, потому что ранг, то что ранг равняется k, это такое локальное в общем свойство, то есть точнее так, локально оно выполняется всегда, а что там глобально будет, мы не знаем. И это я дал определение на прошлой лекции, и еще я сказал, что вот пусть у нас есть отображение, ну простой, так сказать, непростой случай, но пусть у нас мы берем подпространство, вот у нас есть, не знаю какой размерности, опять я скажу, n, rn есть, и пусть у нас в rn есть функция f от x, x это элемент из rn, а f это у нас, соответственно, она у нас из rn действует в r1, то тогда у нас это будет, и мы напишем, мы можем задать гиперплоскость, уравнение, гипер, нет, мы можем задать поверхность уровня, уравнение mf от x равняется константе. Ну, как-то мы все представляем себе, что такое поверхность и уровень кривая на карте геометрической, это точно совершенно, мы все ее видели, эту карту геометрическую, ну такие вот кружки, и на топологии вам когда-то рассказывали про поверхность и уровня, и что там, как там меняются индексы. Вот, ну и, значит, соответственно, вот в такой картинке у нас будет, есть точка x0, ну некая совершенно конкретная точка, f от x0, значит, соответственно, она лежит на поверхности уровня, f от x равняется f от x0. Ну и вот, я кончил прошлую лекцию, в следующем, я сказал, что тогда уравнение такое, дельта f в точке x0 помножить на x минус x0, и это должно быть равно 0. И это было уравнение для касательной гиперповерхности или гиперплоскости, не знаю, какие слова говорить, которые в точке x0, вот нашей этой самой поверхности уровня, они соответствуют. При этом, значит, когда мы говорим вот в R3, пусть у нас в R3 есть поверхности уровня, как мы их себе представляем, это значит, что у нас как бы поверхность, трехмерное пространство, оно такое, как будто бы слоистое, оно состоит из, ну я не знаю, то ли мы это можем представлять себе в виде пищевой пленки изогнутых, и вот каждый слой это какая-то поверхность уровня, или мы представляем себе как слюда, вот тоже каждая пластиночка слюды соответствует своему f от x. Это я просто говорю, как геометрически выглядит набор этих поверхностей уровня. Ну а касательная, ну касательная, это значит, соответственно, все то же самое, только такое плоское. Это, соответственно, понятно, что это у нас линейное афинное множество, множество точек там, где x минус x0 ортогонально некоторому вектору x, это же у нас совершенно конкретный этот вектор. Ну я тут не написал, что у нас это не должно быть равно нулю, потому что если это 0, то у нас никакой, конечно, гиперплоскости не получится. Ну мы предполагаем, что точка x0 не является критической, ну как бы это естественно довольно. Теперь я дальше чуть-чуть продолжу, ну примерно то же самое, только в более общий случай. Теперь представьте, что у нас пространство размерности 15, ну большое, много, мы ее геометрически представить себе даже не можем. И вот в этом огромном пространстве большой размерности у нас есть поверхность, ну которая как-то вот так вот задана, только она задана, и тоже она размерности там какой-нибудь 7. Так вот, если вот это еще, по крайней мере, в размерностях 1 и 2 мы хоть как-то можем представить себе, а я не просто так это рассказываю, я дальше вот прям сегодня я буду все время вот про такое вот, вот про это говорить, то как это все будет выглядеть геометрически в пространстве, ну большой размерности и большой размерности поверхности, я к сожалению геометрически ничего не могу сказать. Я могу сказать только одно, что вот пусть у нас есть камерная поверхность S, и вот она у нас принадлежит Rn, и пусть она у нас задана с помощью гладкого отображения, то есть у нас есть какое-то гладкое отображение, вот T, это у нас что-то, это я сейчас подробнее немножко говорю про параметрический способ задания поверхности, то есть у нас есть T, принадлежащее Rk, T, даже не совсем принадлежащее Rk, T, а T принадлежит, ну окрестности, давайте будет у нас буква U, а здесь нолик, это T будет из малой окрестности нуля в Rk, и есть соответственно отображение, X равняется фи от T, T, ну вот это камерный вектор, а это у нас n-мерный вектор, а n больше K, все как я вот только что написал. И теперь мы еще должны взять и предположить, что соответственно дифференциал вот этой самой функции фи, фи, это вот то, что здесь написано, то есть у нас D, фи, и у него ранг равняется K. И все гладенькое, конечно, я нигде не говорю, что функции непрерывны, что их можно дифференцировать, я это подразумеваю все время, иначе я буду повторять по сто раз, мне совершенно не хочется. Вот, тогда у нас точно так же, как вот тут у нас были к подпространству размерности, вот это у нас была поверхность, у нее была размерность n-1, и соответственно плоскость, гиперплоскость тоже размерности n-1 у нас получится. Точно так же здесь возникает касательное гиперпространство или касательная плоскость, как угодно можно говорить, которая задается таким уравнением. Вот у нас была функция фи, нужно взять и написать, да, значит, я еще вот здесь тоже буду говорить, что точка Х0, в окрестности которой происходят все события, это и есть фи от нуля. Ну, то есть я буду считать, что у нас окрестность нуля, она содержит ноль, и вот именно ноль переходит в ту точку, где мы все вот рассматриваем, в окрестности которой мы вообще изучаем нашу поверхность. Ну, а тогда теперь у нас уравнение касательной вот этой самой плоскости, или как бы, оно будет иметь вид, соответственно, Х минус Х0 равняется, вот дифференциал, ну, я не знаю, функции фи в нуле и умножить на Т. То есть в нуле у нас получится тогда точечка Х0, Х должно равняться Х0, ну, здесь же при Т равном нулю. А это у нас матрица Якобия, она у нас, поскольку отображение фи, оно у нас из РКТВРН, ну, и это тоже будет из РКТВРН, мы применяем к вектору из РКТВРН, получаем вектор из РНКТВРН. И это у нас линейное такое вот афинное пространство, которое является касательным пространством, ну, вот, ко всему тому, что к вот этой вот поверхности. Я, честно говоря, уже просто про представление, ну, как я это представляю себе, я все равно не в состоянии представить себе ничего больше, чем трехмерное пространство, и в нем двумерная поверхность, к которой есть двумерная касательная. Я и формулки, я пишу для РНК, в голове я все равно картинку глазами геометрически, я вижу все равно картинку только трехмерную и только двумерную. Ну, если взять, вот это вот, расписать в координатах, вот эту вот формулу, да, то формула будет иметь вид, ну, соответственно, значит, Х, я возьму ИТУ и только координату напишу, их у нас будет К штук, этих координат, а я напишу, что ХИТА минус Х нулевое, минус, нужно тут написать нолик, наверное, наверху, а здесь ХИТА нулевое, ну, а здесь будет написано, соответственно, ДФИ по Д, наша ФИ я тоже разобью по координатному, вот, значит, здесь получится ДФИ-1 применить к Т1, плюс и так далее, плюс ДФИ-1 по ДТКТ, тут нужно, конечно, написать Т1, здесь ТКТ, здесь применить к ТКТому, ну, а теперь только здесь нужно написать И. И вот таких у нас К штук уравнений получится. Ну, это как бы просто такая линейная алгебра и всё. Вот, значит, я иногда буду говорить слова касательное пространство, касательное пространство, это означает, что я, так, тут у нас где-то всё-таки нолик должен быть, не знаю, куда его поставить, сюда поставили, сюда. Это означает, что если у нас, вот, ну, как афинное у нас было пространство, и оно проходило через точку Х0, мы можем взять начало координат сдвинуть в Х0, и тогда там будет это обычное линейное пространство, потому что касательная плоскость, ну, понятное дело, что она, афинная плоскость, она не обязательно проходит через ноль, но она всегда проходит через тут вот некую точку, фиксированную в окрестностях, в которой мы строим все наши конструкции. Теперь, это ситуация, когда я, ну, как бы определил, что такое касательное пространство в общий случай. Теперь, пусть у нас основной случай, всё-таки, ну, не знаю, что основной случай, но, во всяком случае, чаще всего задают поверхности уравнениями. Вот у нас есть н-мерное пространство, в нём есть н-к уравнений, и получится подпространство, не, пространство, поверхность размерности К. И я вот этим воспользуюсь. вот тут напишу н-к уравнений, это что такое? Это означает, что у нас есть отображение F, которое действует из rn в rn-k, ну, соответственно, каждая координата, вот, F, это одно уравнение. Ну, а н неизвестных, они как были н неизвестных, так и остались. Пусть ранг этой самого F, он у нас максимальный, то есть равен n-k, и мы берём и пишем уравнение. F от x равняется нулю. Тогда это был главный пример вообще для уравнений. Вот именно так чаще всего и записывают поверхности. Ну, я сейчас напишу уравнение касательной плоскости. Значит, с одной стороны, откуда у нас вообще берётся уравнение касательной плоскости? Это ситуация, когда мы линеаризуем какую-то нелинейную штуку. То есть у нас тут была точка x0, в этой x0 у нас ранг матрицы соответствующий был равен n-k, был максимальный, значит, он и в окрестности был максимальный. Ну и я вот напишу уравнение, что это нужно просто взять D, F в этой самой точке x0, на x применить к x-x0 и вот эта вот штука вся должна равняться нулю. Значит, посмотрите на вот это уравнение, что такое. Это у нас матрица размером k на n-k, при этом у нас x-x0 это вектор размерности n, значит, у нас есть n-k линейных уравнений, то есть это будет прямо настоящая, ну, если мы пишем тут x-x0, то это получится настоящее афинное пространство размерности k, такое, не проходящее через 0, а проходящее через D, F, x0, примененное к x0. Ну, а если мы, и так я буду писать много раз сегодня, будем писать вот такую штуку, это когда мы сдвинем начало координат в точку x0, то это уже у нас будет в том подпространстве, где со сдвинутым началом координат это будет прямо вот линейное пространство, и в нем будет линейное подпространство. С одной стороны, вот эта формула, она вроде бы как, ну, в некотором смысле очевидна, мы берем в точке x0 функцию f, которую гладенькой мы предположили, и мы пишем, что f от x равняется, ну, прямо вот по определению, что такое производное, и мы пишем, что отбрасываем все слагаемости следующего порядка малости, оставляем только линейные, ну, и постоянные, главные слагаемые оставляем. Ну, вот главные слагаемые оставили, и у нас получится вот то, что я здесь написал. То есть, неформально вот эту формулу, ну, как обычно, у нас главная часть вот нелинейного уравнения локально в окрестности точке x0, ну, она имеет такой вид, что вот x-x0, оно вот, вот такое вот. Теперь все-таки я то, что вот эта вот формула, она задает нам это самое подпространство, я все-таки формально напишу. Ну, формально напишу, поскольку это все-таки достаточно громоздкие конструкции, ну, смысл, пространство н-мерное и в нем поверхность смерная. Значит, я буду записывать все это так. Я буду считать, что наш вектор, что наш x, x, он у нас принадлежал р-н-ному, он у нас состоит из двух частей. Я вот не знаю, x равняется у и в, при этом у, это принадлежит р-к, тому, это первый к-компонент, ну, первый, или вот те, где не вырожден определитель соответствующий, а в это р-н-к, это, соответственно, я разбил просто x, ну, на две такие части. тогда наше уравнение f от x равно нулю, вот это вот уравнение, оно будет иметь вид f от u v равняется нулю. Но так как я предполагал, я сейчас этого не повторил, но я каждый раз все время говорю, что соответствующий ранг должен равняться тому, чему нужно. Здесь у нас ранг должен был равняться n-k, здесь k, здесь n-k. То есть у нас вот это вот v, то есть у нас частная производная от f по v это обратимый оператор. Он у нас размером n-k на n-k, потому что у нас v размерности n-k и f у нас была размерности n-k. Я тут не написал, но это как бы все равно осталось. То есть у нас вот этот обратимый оператор. И у нас не k на k, n-k на n-k. Ну потому что у нас когда мы так пишем, то он k на k, а тут он n-k. И тогда мы можем взять и выразить, что у нас v всегда равняется функции от u. Ну то есть не функции, а там отображение соответственно имеет вид. Ну теперь вот по определению того, что мы написали, мы получаем, что наше параметрическое, что наше представление касательной плоскости, оно вообще имеет вид такой, u-u-0 это есть вообще буква t, ну или если хотите можно написать, что это единичная матрица применить к t. Ну потому что t у нас оно как бы в другом пространстве n-k. Вступать в вопросы о том, одинаковые ли пространства rn одно и rn в другое я отказываюсь. Я не знаю, как хотите, так и считайте. Вот, ну и соответственно v-v0 ну u0 и v0 это координаты той точки u0 в окрестности которой мы все рассматриваем. А здесь у нас получится соответственно f' от u0 где f' это прям вот эта вот функция. Ну применить к t. И вот это вот у нас прямо в точности уравнение касательной плоскости. Почему это будет уравнение касательной плоскости? То, что это можно было написать была теорема неявной функции. Теперь у нас по той же теореме неявной функции у нас f' вот от u0 у нее можно дифференцировать было если у нас было все непрерывно дифференцируемое и она имела вид минус тут f' по v u0 v0 в минус первой и на f' v то есть наоборот здесь u u0 v0 и это была формула для производной неявной функции. Ну а теперь если взять вот это вот и подставить вот сюда ну еще умножить на матрицу вот эту вот обратимую то у нас в точности получится то у нас в точности получится что f' по u умножить на u минус u0 плюс f' по v умножить на v минус v0 ну здесь все это в точках у 0 v0 равняется нулю ну то есть вот это вот то что здесь написано это в точности то что написано здесь просто я взял дифференциал который был от функции f по x я его забиваю это будет вот эта часть и вот эта часть ну а u и v это соответственно вот эти вот две матрицы то есть в самом деле вот эта вот формула она она же такая же получается как у параметрической ну и соответственно ура это же уравнение здесь оно у меня написано такой можно взять и написать все это вот в координатной форме я не буду переписывать координатную форму в первую очередь потому что мне лень теперь я перехожу к следующей это то что я рассказывал я рассказывал что такое касательная плоскость в многомерных пространствах какое уравнение описывает касательная плоскость теперь я перейду к следующему шагу я задам вопрос такой что такое касательный вектор Потому что касательный вектор к кривой, ну, мы это знаем, что такое. Ну, то есть, по крайней мере, это пусть у нас есть отображение x, которое, ну, я напишу от минус 1 до 1 в rn. Ну, здесь, наверное, что угодно можно написать. Ну, это у нас получится кривая, если у нас вот эта функция x от t. Вот здесь у нас буква t, а здесь у нас это, соответственно, x элемент, да, это у нас элемент пространства rn. То это у нас, соответственно, кривая в пространстве rn. Это кривая пространства rn. Ну, вот я буду писать, что x от нуля, это у нас как раз та самая точка x0 в окрестности которой мы все-все-все-все делаем. И мы, я считаю, ну, я буду писать, тут можно было писать, что это все в окрестности точки t0. Ну, я буду писать прямо от нуля, считать, что как раз при t равном нулю у нас получится как раз вот та точка x0. Ну, соответственно, вот такая вот прямая x равняется x нулевое, это знак равно, плюс x штрих от t0 на tau. это, значит, x штрих от t0 у нас не равно нулю. У нас не критическая точка, точка 0 не критическая, поэтому производная вот этого x, она не равняется нулю. А это, а? А t0 это да, совершенно верно. Ну, потому что у меня здесь t0 написано, тут я решил писать 0 и, как всегда, после этого дублирую ошибки. Значит, tau у нас это вещественное число, ну, и вот у нас была точка x0, вот у нас был вектор, который x штрих от нуля, ну, и, соответственно, если бы мы умножать его на tau, вот этот вектор, ну, вот эта вот прямая, это будет касательный, это будет множество касательных векторов. Касательным вектором называется любой вектор, который здесь начинается и кончается на этой же прямой. Не обязательно, чтобы он бы имел длину, ну, какую-то фиксированную, нет. Ну, прямая состоит из касательных векторов. Можно считать, что это элемент общего случая, но мне нужно будет чуть дальше, что это будет в частности. Так вот, я теперь буду сейчас доказывать не очень такую сложную теорему. Она интуитивна, в общем, более или менее очевидна. А теорема такая, что касательное пространство, ну, вот то самое касательное пространство, которое мы писали, оно состоит из касательных векторов. Значит, это в трехмерном пространстве, ну, когда у нас есть вот какая-то, вот у нас есть поверхность, вот у нас есть точка Х0, вот у нас есть касательное, вот в этой точке множество. Ну, понятное дело, что, а вот здесь у нас есть какие-то кривые, значит, это кривая гамма, она у нас принадлежит поверхности С, вот эта точка Х0. Значит, здесь у нас будет лежать касательный вектор к этому самому гамма. Ну, более-менее понятно, что он принадлежит вот этой касательной плоскости. Ну, это вроде на картинке, как бы очевидно. Ну, и более того, это уже как бы чуть посложнее, но тоже, в общем, интуитивно очень понятно, что если мы нарисуем произвольный вектор, ну, вот из вот этого пространства, то у нас мы его можем как-то так, ну, я скажу слово спроектировать, это не хорошее слово спроектировать, потому что что такое проекция в данной синелинейной ситуации, мы, в общем, вроде бы и не знаем. Ну, так мы возьмем, опустим, здесь у нас получится такая кривая линия, она будет лежать на поверхности С, и вот касательный вектор к этой кривой, он как раз и будет. Это и означает, что касательное пространство состоит из векторов, то есть нужно доказать две вещи. Во-первых, что каждый касательный вектор принадлежит касательному пространству, а второе нужно доказать, что если у нас есть вектор из касательного, не уз, а из касательного пространства, то тогда найдется такая кривая гамма, что касательный вектор из касательного пространства, он будет вот как раз той самой производной, которую я тут написал. Ну, в одну сторону, и это совсем коротенько получается, то есть мы берем, вот пусть у нас есть С, наше пространство, наша поверхность, ну, формальное определение такое, что вот через дифеоморфизм, так как я давал там на прошлой лекции. Ее можно задать в виде уравнения f от x равно 0. Я не пишу, откуда, куда действует, ну, и пускай у нас, то есть у нас размерность xа, это у нас n, размерность, не размерность функции, а f, оно действует у нас из rn в rn минус k, ну, и ранг, соответственно, этого отображения максимальный, он равняется n минус k. И пусть у нас кривая x от t, это у нас кривая гамма. Тогда что означает, что кривая гамма лежит на поверхности S? Тогда мы берем, это означает, что f от x от t, и это у нас равняется 0. x от t у нас принадлежит поверхности, значит, выполнена вот такая вот штучка. Ну, мы возьмем вот это вот и продифференцируем. Продифференцируем, получим f', это у нас будет, соответственно, дифференциал функции f, его нужно применить к x' от t, это у нас будет вектор размерности n, и у нас получится в результате, что вот это вот должна равняться 0. Ну, то есть при t равном, вот здесь вот 0. Ну, соответственно, у нас получается, что f' эту матрицу применить к x' от 0 получается равно 0. Это в точности как раз вот то условие, которое там написано. Ну, там написано, что f' от x минус x0, оно к x минус x0 мы применяем. Наверное, здесь тоже где-нибудь надо x0 написать. А может быть и не надо, потому что у нас в точке t равно 0. Ну, то есть у нас получилось, мы взяли, предположили, что это у нас касательный вектор, то есть он у нас прямо вот, есть кривая гамма, и мы получили, что тогда у нас выполнено уравнение для это самое. Вторая часть, вторая часть это то, что вот здесь вот, пусть у нас есть вектор касатель, пусть у нас есть вектор какой-то касательной плоскости, тогда у нас он обязательно, есть кривая, что можно вот то, что я говорил так спроектировать, ну, спроектировать нехорошее слово, никаких проекторов там, наверное, нету. А нужно взять и сказать так, значит, пусть у нас есть вектор кси, вектор кси, который принадлежит нашему касательному пространству. Ну, касательное пространство, не знаю, как его обозначить, как-то я тут обозначал, я справлялся с этой задачей. Давайте, t, вот, s в точке x0. Вот вектор, который, вот он, вот он, кси, он торчит из точки x, и, соответственно, туда. И нам нужно найти такую кривую гамма, чтобы производная у этой кривой гамма вот как раз, чтобы было вот так, как здесь написано, чтобы вот здесь вот стояла кси. Значит, как это сделать нужно? Значит, во-первых, по определению мы знаем, что, если взять матрицу D, f от x0 и применить к нашему кси, то у нас получится 0. Это прям по определению касательного подпространства. И нам нужно найти кривую гамма. Как мы ее будем искать? Ну, я опять сделаю тот же самый прием, который я делал сто раз. Я, значит, скажу, что у нас и бывает две переменные, x1 и x2. И пусть у нас наша функция f, которая у нас присутствует, у нас же уравнение задано, f от x1, 1, x2. Так вот, пусть у нас f от x1, x2 есть. Я его перепишу в виде равном 0. x1 – это у нас из rk. x2 – это у нас из rn-k. И мы считаем, что дифференциал df по dx2 обратим. Я все время писал, что ранг равняется n-k. Да, ранг равняется n-k, но я причем еще как бы считаю, что подряд выписаны сначала k переменных, просто переменных, а потом те самые переменные, по которым вот эта матрица и коби, такая квадратная, она обратима. Ну, а теперь мы пишем вот это вот уравнение, мы переписываем вот то, что здесь написано. Значит, если мы подставим сюда. Вот, да, соответственно, вектор xi, он у нас тоже получается, что xi – это у нас тоже xi1 и xi2. Только нужно наверху писать. Теперь вот эта вот система уравнений, которая вот здесь вот написана, это получается система уравнения ранга n-k, это линейная система уравнения. Ранг у этой матрицы равен n-k. то тогда можно взять первые, то есть если у нас был какой-то вектор xi1 и xi2, который удовлетворял вот этой вот системе, то мы можем взять и xi2 выразить, то это у нас xi2 можно было выразить через xi1. xi2 наверху, здесь у нас 1 наверху, здесь у нас 2 наверху. Ну, понятно, у нас есть система уравнений, в которых неизвестных, линейная, в которых неизвестных больше, чем переменных. Неизвестных больше, чем переменных, поэтому мы можем взять и часть лишних переменных, которые xi2, у которых определитель соответствующий, там обратимый, можно выразить через xi1. И здесь же есть такой маленький трюк, что если у нас, и это как бы, если мы знаем xi1, то из вот этого уравнения xi2 будет определено само собой. То есть если мы насчитаем, что у нас какой-то вектор xi1 и xi2 другое, что если вот такой вот вектор тоже решит вот эту систему, то у нас получится, что xi2 это, и xi2 это, это одно и то же xi2. Ну, это просто линейная теория, линейное уравнение. Теперь мы сделаем следующее. Мы возьмем прямую x1 минус x нулевое, у нас по-прежнему есть точка x нулевое, вот это вот, у нее тоже есть две координаты, x1 и x2, и мы напишем вот такую вот штуку, t. и пусть у нас вот это вот будет все в пространстве, ну, понятно, что это у нас в пространстве РКТ. Мы напишем. t это у нас просто число вещественное, здесь у нас первая компонента, здесь первая компонента той фиксированной точки, а xi1 это то самое xi1, которая вот здесь вот в векторе xi1. Теперь мы возьмем, у нас было уравнение f от x1, x2 равняется нулю. Значит, что в окрестности точки той самой нулевой, там, где у нас обратим вот этот вот линейный опер, вот этот вот линейный опер, значит, там у нас x2 это была функция какая-то от x1. Это теорема неявной функции. Она срабатывает вот на лекции, у нас вот здесь то же самое. А теперь мы возьмем и скажем такую вещь, мы возьмем такую кривую, гамма, мы ее так определим. она у нас будет такая, x1 будет равно x01 плюс xi1t. Это я вот эту вот напись переписал. А x2, да? Ну, я не знаю, как определить. У нас был вектор x нулевое, тот самый, вот в котором, в окрестности которого мы считаем. А теперь мы берем у него первую группу компонентов. Первую группу компонентов. Вот я вот верхний индекс, это у меня первая группа компонентов, вторая. А x2 мы напишем здесь f от x0 первая плюс xi1t. и это у нас уже теперь мы будем t менять от нуля до бесконечности. Так, да. Это мы будем менять от нуля до бесконечности. Ну, то есть t это у нас будет параметр прямой линии. Ну, мы его сильно менять не можем от нуля, но так, чтобы пока мы из окрестностей, где мы рассматриваем, чтобы мы не вышли. А теперь посмотрите, эта точка, эта кривая гамма, она у нас будет лежать на нашей поверхности. Ну, просто потому, что по определению вот это и вот это, это одно и то же. А у нас прямо в точности оно и написано. x2 равняется f от x1. Поэтому вот эта вот кривая, она у нас обязательно будет лежать на s. То есть ровно вот так, как я тут обещал. Ну, а теперь нам нужно только взять и посчитать производную вот этой вот кривой. А у этой производной у нее будет первая компонента будет xi1. Ну, если мы по t продифференцируем, у нее будет первая компонента xi1. а какая будет вторая производная? Ну, она, можно ее посчитать, но она хитрая какая-то. Но нам все равно. Все равно почему? Потому что по построению, потому что вот тот сделал замечание, что если у нас xi1 и xi2 и xi2 какой-нибудь другой, это все равно, это xi2 будет ровно тем же самым xi1, как только у нас будет все это лежать на вот в нашем вот этом вот подпространстве по строению. А мы именно так и строили. Поэтому вот производные вот этого вот, это будет xi1 и xi2. Ровно то самое xi2, которое было здесь. Потому что именно его мы использовали, не использовали, но когда мы решали вот это вот уравнение, то у нас получалось это самое xi2. Вот все. Вот это вот, вот это вот кривая, прямо вот в явном виде, это кривая, которая лежит на с1 и у которой производная равна произвольному вектору здесь. и это я рассказал, а как писать формулу, неважно. Значит, это я рассказал, что, вот теорему рассказал такую, что касательное пространство состоит из касательных векторов. И эта теорема, если разобраться, если посмотреть аккуратненько на обозначение, то она не такая сложная. Теперь я перехожу, ну то, собственно, мы шли некий путь, я прошел почти весь вспомогательный путь, и я перехожу к основной теме, которая называется метод множителей Лагранжа. Или она называется условный экстрем. Я сейчас перерисую картинку, мне уже очень она понравилась. Картинка такая. Вот у нас есть пространство. Здесь у нас пространство Rn. Rn, оно у меня так изображено, это вот эта вот плоскость, которая внизу. Вот это, это у нас функция f от x. Иксы у нас, это вот это вот иксы. Вот иксы, они у нас принадлежат Rn. Теперь где-то здесь у нас лежит график функции f от x. Ну, это похоже на график функции. Понятно, что у нас минимум, ну так бы на картинке, минимум у этой функции f от x, а мы по-прежнему ищем минимумы. Он лежит где-то здесь, и все было бы хорошо. Но нас не устраивает такой минимум. Потому что мы хотим минимум нарисовать, искать не во всех точках x, а у нас вот есть какая-то поверхность. Вот это вот, это у нас поверхность S в Rn. И мы хотим искать не в любых точках минимум, а только в тех точках, которые принадлежат нашему S. Если бы вот эта точка принадлежала бы S, так не было бы вопроса. Понятно, что она будет, если она была минимум во всем пространстве, то она будет минимум и на S. Но вот в реальных ситуациях, в реальных ситуациях это означает мало того, что вот это вот как раз так, вот то, что я рассказывал до этого, не проходит, а вот это проходит во всяких технических вводах. Потому что это та задача, которая реально возникает во всяких визе, ну где угодно. Так вот, посмотрите, что получится. Значит, вот мы берем вот эту вот, ну она у меня изображена в виде кривой, а на самом деле это какая-то поверхность. Это означает, что мы берем точки из этой поверхности, ну и как-то поднимаем их сюда. То есть мы их смотрим на множество, на график функции f от x над кривой S. Ну и это получится что-то вот такое вот. Ну, на картинке у меня вот так нарисовано. То есть вот эта точка, она у нас вот где-то здесь, вот это вот она у нас где-то здесь, где-то здесь, а минимум, ну я не знаю, здесь может быть. то есть вот эта вот точка, которая здесь нарисована, вот так вот, она на S реально является минимумом. И вот нужно понять, чем эта точка, которая вот здесь вот нарисована. то есть локальный, ну локальный, потому что вся теория локальная, минимум функции f от x при x принадлежащих поверхностей. Вот это то, что мы сейчас будем искать. Называется еще раз условный экстремум. Значит, условный, это означает, что при условии x принадлежащей S, ну локальный экстремум, я занимаюсь условным, локальным экстремумом, а локальный экстремум, ну как всякие экстремумы, которые мы считаем, они локальные, не глобальные, не минимум функции, а локальные минимум функции. Значит, я определения более или менее даже и давать не буду. Один, ну там можно давать определение локального максимума, локального минимума, строгого локального максимума. Ну я уже давал их много раз, поэтому я не буду на этом заморачиваться, одно сформулирую. Значит, пусть у нас есть гладкая поверхность S, которая в Rn, и пусть у нас есть функция F, которая из S в R1. Ну, обычно, конечно, она не из S в R1. Обычно функция F определена при всех Rn, или, по крайней мере, при близких точках к R1. То есть мы как бы формально в определении можно писать, что функция F определена только на поверхности, но обычно все-таки она определена примерно везде. Ну, тогда точка X0 – это строгий локальный минимум. Если для любого X принадлежать, если найдется такая окрестность, точка X0, что для любой точки X, принадлежащая поверхности и этой самой окрестности X0, справедливо неравенство F от X больше, чем F от X0. Ну, то есть F от X0 – минимальное значение на нашей поверхности и еще в некоторой окрестности. Ну, это я один раз проговорил. Вообще, это условие, ну, он как бы естественное такое, чисто из грамматической формы. Значит, это означает локальность, это условно. Это условный локальный минимум называют. Ну, пример. Пример самый простой, какой я знаю, такой. Это F от X, Y. Это вот у нас все на плоскости, оно равно 2. А функция определяется X, X уравна. А допустим, что наша поверхность S, это такая поверхность, это там, где X квадрат плюс Y квадрат, равно единице. Ну, понятно. Ну, окружность, вначале координат. Ну, на окружности. Вообще, это, конечно, функция F от X, Y. У нее X, если она определена, считаем, на всей прямой, у X нет ни минимума, ни максимума. Ну, это вроде очевидно. А понятное дело, что на нашей поверхности у нас максимум локальный равен единице. Это когда 1, а это равно 0. А минимум равняется, когда X равно минус единице. А здесь будет, соответственно, минус 1 в квадрат плюс 0 в квадрат равно единице. Ну, это вроде очевидно из таких школьных чистосоображений. Я к этому примеру еще один разочек даже вернусь, потому что он в каком-то смысле такой. И вот нужно понять, а, собственно, чем точка эта 1, как она связана со всем остальным, то, что здесь есть. Первая мысль такая. Очень хорошо. Будем считать, что наша поверхность S, она задана параметрически. Задана параметрически. Это означает, что она у нас, это есть образ некоторого фи от Т, где Т это принадлежит какому-то РК, а фи от Т это у нас будет среди X лежать, то есть это у нас будет фи, будет действовать из РК в РН, и допустим, что у нас, ну, соответственно, 0 будет переходить в точку, в какую-то X0. А теперь мы возьмем и сделаем следующее. Мы возьмем нашу функцию f от X, у которой мы ищем минимумы, максимумы, экстремумы, и скажем, о, теперь у нас фи от X, мы возьмем, напишем, f от фи от Т, и это у нас будет уже функция, которая принадлежит, лежит, определена не на какой-то там поверхности, а во всех точках окрестности нуля в камерном пространстве. Ну, теперь мы можем, мы же знаем, как у гладкой функции искать экстремум. Теперь мы берем и у этой функции ищем экстремум, ну, обычным образом. И это хороший метод, только он никогда не работает. Он не работает, потому что чуть посложнее у нас будет вот эта поверхность, им уже ничего не получится, ну, то есть нам надо уже как-то будет задумываться. Вот в этом конкретном случае понятно, что мы возьмем X косинусом, запараметризуем, Y синусом, да, подставим сюда, у нас здесь получится косинус Т, ну, а у косинуса Т мы знаем, чему равны и минимумы, и максимумы. Понятно, что это, мы найдем и минус единичку, и плюс единичку. Ну, это как бы хорошо, вот, как у нас окружность, самый первый нелинейный объект, который мы учились параметризовать. А чуть посложнее, ничего не получится. То есть в реальных задачах эта штука не работает. А для того, чтобы, все-таки, еще раз подчеркиваю, что эта задача важная, ее решали классики, там, Лагранж, Эйлер, они все занимались этим не случайно. Это задачи, которые возникали, ну, сейчас они их уже порешали, так сказать, какую-то основную часть. Ну, я вот послезавтра на лекции, будет последняя лекция, я буду говорить всякие слова близкие о том, в каких еще задачах возникает метод множителей Лагранжа, про который я сейчас буду рассказывать. Вот. Ну, и поэтому нужно придумать другой метод. И этот метод я вот сейчас буду попробовать рассказать. Значит, я картинки люблю рисовать. Картинка будет первая такая. Пусть у нас РН, Н равняется двум, и у нас есть функция F, и у нас есть еще функция F, у нас есть уравнение F от XY равно нулю. это у нас уравнение связи, это у нас ограничение, это у нас поверхность, а F от XY это у нас функцию, которую мы исследуем на экстремум. На минимум, на максимум, не важно. Так вот, как, и мы хотим найти, ну, если не минимум и максимум, то хотя бы пока подозрительные на экстремум точке. Я буду рисовать картинку следующим образом. Вот у нас функция F от XY равно нулю. Я буду рисовать функцию F от XY равной нулю в виде кривых уровней, поверхности уровня. Поверхности уровня у функции, они, конечно, разные. Я буду предполагать, что градиент функции F от XY он не равняется нулю. А что означает, что он не равняется нулю? Ну, это означает, что вот в окрестности точки X0, Y0, я не пишу это, но я проговариваю эти слова. Это означает, что вот у нас наша кривая, она имеет такой нормальный естественный вид. Вот это самое. Еще у нас есть вот эта функция F от XY. Я нарисую для функции F от XY, вот здесь нарисую, ее поверхности уровня. Вот здесь у нас лежит точка X0, ну, Y0. Это та точка, про которую мы хотим проверять, является ли она, и я еще напишу, что градиент функции F тоже не равняется нулю. Здесь некоторая окрестность. Значит, вот у нас эта линия уровня, вот эта вот, эта линия уровня такая, это множество тех точек, где F от XY равно F от X0, Y0. Теперь, естественно, предположить, что у близких с одной, вот у нее есть, у этой кривой уровня, вот, потому что она не равна, дельта F не равно нулю, именно поэтому так устроены кривые уровни. Если бы это была критическая точка, ну, прямо вот, критическая точка во всем пространстве, здесь могли бы быть какие-то кружочки в качестве линии уровня, или они могли бы две такие кривульки пересечься. А если я предположил, что дельта F не равно нулю, ну, значит, оно вот так устроено. Теперь давайте посмотрим. Вот здесь у нас, у нас есть две стороны у этой кривой, эта сторона и эта сторона. Не объясняю, что это значит, картинку же мы видим. Так вот здесь у нас будут стоять числа F от X0, Y0 плюс эпсила. Ну, то есть, естественно, мы сдвинули сюда, и мы уже скачили с вот этого нашего уравнения. Значит, либо здесь больше значению функции F, либо меньше, и здесь тоже либо больше, либо меньше. Но я хочу обратить ваше внимание, что если бы здесь было бы больше, я напишу плюс, и здесь было бы больше плюс, то что бы получилось? Получилось бы, что вот с одной стороны вот эта вот линия, на ней, на этой линии, ну, как бы, вот в этом направлении функция не возрастает, не убывает, ну, потому что она равна нулю, постоянная, равна F от X0, Y0, постоянная. А если бы она здесь возрастала и здесь возрастала, то это бы означало, что функция вот эта самая F, вот здесь у нас как бы прокопанный ров, ямка такая, длинная-длинная ямка, правда? Причём это не просто длинная вырытая ямка, здесь выше, 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 потом вот этот ров, а потом ниже, ниже, ниже. Но ещё и этот ров, он никак не наклонён, потому что это есть линия, где у нас функция F принимает постоянное значение. Поэтому все вот эти вот точки этого рва, они были бы критические, а мы предположили, что это не так. Поэтому у нас с одной стороны от вот этой вот кривой линии будут положительные значения, положительные значения, это большее, вот F от X0, а здесь будут F от X0, Y0 минус Epsilon. То есть у нас здесь вот значение больше, чем вот на этой кривой, а здесь значение меньше. Теперь давайте посмотрим, как лежит наша кривая гамма, ну, я её в стороночке нарисовал, а сейчас я её здесь буду рисовать. Она у нас тоже проходит через точку X0, Y0. Мы же ищем не просто подозрительные точки на экстремум, а мы ищем те точки, в которых у нас максимум или минимум. Значит, если бы вот эта вот кривая линия, где-то вот она была вот здесь, а потом бы ушла бы вот в эту сторону, неважно, как она ушла бы, под прямым углом, или там под наклонным, или даже как-то так коснётся, то это будет означать, что в окрестности этой точки, у функции F, прямо вот на этой кривой гамма, у нас будут как значения больше, чем F от X0, Y0, так и значения меньше, чем X0, Y0. Поэтому единственный шанс, чтобы здесь был экстремум, это значит, что наша кривая гамма должна быть вот какая-то такая. она должна прийти в эту точку, коснуться и уйти снова в ту же часть плоскости. Вот тогда эта точка будет, ну, в данной ситуации минимум. Потому что здесь у нас значение у функции F больше, а здесь поэтому получается минимум. Ну, а если бы она целиком лежала бы в этой части, вот так вот, как я провожу незримо, то это был бы максимум у нас в этой самой области. То же самое, то же самое произойдет, если у нас было трехмерное пространство. Вот у нас было XYZ. Тогда мы напишем, что F от XYZ, у нее поверхности уровня будут вот тот самый слоистый, который я пытался, призвал вас вообразить. Опять же, это будут вот такие вот пленочки, такие, как бы параллельные друг к другу. Они не параллельные, потому что параллельными бывают только объекты линейные во всем пространстве. Ну, как бы в разговорном, если использовать разговорный язык, то получится, что это вполне себе, то есть это будет вот, вот у нас будет одна пленочка такая, потом будет вот другая пленочка. Ну, как-то так, кстати, я нарисовал какие-то языки, и они так все лежат, одни выше, другие ниже. Так точь-в-точь. А кроме того, у нас есть кривая, ну, допустим, что кривая, на которой мы, это у нас точка X0, Y0, Z0, которую мы исследуем на экстремум. Для того, чтобы у нас функция F была локальной, условной экстремум, ну, вот, на той кривой. Кривая должна прийти с одной стороны от этой поверхности, прийти, коснуться этой поверхности и уйти назад. Вот тогда это будет, ну, там, минимум или максимум. А если эта кривая, она пересечет, ну, вот, эту поверхность, то опять будет то же самое. У нас с одной стороны от этой поверхности большее значение, с другой меньшее значение. И единственный шанс для точки X0, Y0, Z0 быть локальным, вот, этим условным экстремумом, это чтобы кривая, ну, на которой мы ищем условный экстремум, она была вот так устроена. Она должна коснуться в этой точке поверхности уровня. Это основное соображение. И это, ну, еще картинка, которую можно себе представить. Представим себе, что мы идем по горам. Ну, такая холмистая местность, ну, не то, чтобы скалы. Скалы — это недифференцируемые функции. А гладкие функции — это такие холмистые функции. И мы идем по тропинке. Ну, что значит по тропинке? Это, знаете, уравнение связи есть. Мы не где угодно можем идти, а по тропинке. А функция наша — это высота над уровнем моря. Ну, вот мы же, когда идем по тропинке, мы же понимаем, что у нас там где-то будут лужи, да? Где-то будет... Хоть мы вроде бы идем по наклонному такому склону, но когда мы движемся по тропинке, у нас все равно будут и локальные максимумы, и локальные минимумы. То чуть-чуть поднимемся, то чуть-чуть опустимся. Вот это и есть локальный экстремум. И это и есть локальный экстремум. Так. Теперь мы переходим к... Я про картинки рассказывать больше пока не буду, а буду рассказывать про следующее. То есть вот то, что я занимал, это была агитация. Агитация была такая, что если... И агитацию я вот прям вот... Называется необходимый признак условного экстремума. Для того, чтобы точка Х0... То есть пусть у нас есть поверхность С, пусть у нас есть функция F, и пусть у нас есть точка Х0, которую мы исследуем на то, ну, фактически мы ее будем искать, точку Х0, но так мы хотим... Но так мы хотим, когда точка Х0 будет точкой вот этого самого условного локального экстремума. Тогда она из того, что Х0 это точка условного локального... Да, я предположил в качестве условия, что градиенты в точке Х0, то есть это не то, что она... Точка Х0 является просто без всякой кривой, без всякой поверхности является локальным минимумом. Это неинтересный случай. А она вот такая, что у нас... Градиент F в точке Х0 не равен нулю, то есть это вообще-то не точка локального экстремума, а именно условного мы сейчас будем говорить. Тогда из этого следует, что касательное пространство к нашему С, вот в точке Х0, оно должно быть меньше, чем касательное пространство. Тут я напишу буквочку Н и тоже напишу Х0. А это у нас касательное пространство к линии уровня. У нас всегда линия уровня проходит какая-то через точку Х0. Вот это касательное пространство вот в этой самой точке. Первый вопрос такой. Как вот это вот запомнить? Как запомнить? Давайте я напишу, что... С это наша поверхность, я не буду ничего писать. А Н это там, где у нас F от Х равняется F от Х0. Это у нас поверхность уровня. Как, во-первых, это запомнить? Что включение должно быть в эту сторону, а не наоборот. Очень просто. У этого пространства размерность... Это же линейные объекты. Ну, а финные там, не знаю, как хотите. Здесь у нас Т. Это у нее размерность Н-1. То есть размерность вот этой штуки Н-1. А размерность у этого, это есть размерность поверхности С. Она равна К. Ну и она меньше либо равна Н-1 всегда. Поэтому понятно, что вот условие должно быть именно в эту сторону. Потому что это пространство имеет размерность больше, чем вот эту. Иначе у нас просто ничего не получится. И это простая теорема. Простая теорема в каком смысле? Вот мы берем... Берем вектор, который принадлежит ТСХ0. Это означает, что этот вектор Кси является касательным к некоторой кривой гамма. Это означает, что гладкая кривая гамма есть, которая Х от Т маленькая, которая лежит на нашей поверхности С. И такая, что Х' равняется Кси. Мы вот доказали, я там доказывал теорему. Специально для этого была доказана теорема о том, что каждый касательный вектор из вот этого касательного пространства, он обязательно является касательным к некоторой прямой. Ну, соответственно, если у нас Х0 это локальный экстремум, условный, локальный экстремум. А это да, ну, произвольное в точке, ну, я напишу в 0, а можно написать здесь Т0. Значит, Х от 0 равняется Х0. Так тогда что у нас получается? У нас получается, что если 0 был точкой условного локального экстремума, то уж если мы его сузим, вот это множество С вместо С, рассмотрим вот нашу кривую, то у нас, во-первых, получится, что наша функция F от Х от Т будет по-прежнему равна 0. Это мы предположили, мы специально доказывали теорему, что найдется кривая, лежащая на поверхности С, а Лярзан лежит на поверхности С, то значит выполнено вот это равенство. И теперь мы будем искать то Т, то если у нас Х0 был условный локальный минимум или максимум, в окрестности точки Х0 на всей поверхности, то вдоль этой кривой это точно будет локальный минимум или локальный максимум. Значит, вот это равенство выполнено при всех Т в окрестностях 0. Возьмем, продифференцируем, раз оно выполнено при всех Т в окрестности 0, значит, возьмем, продифференцируем это и получим, как я там писал, я писал там дифференциал дф применить к вектору Х', то есть у нас получится 0, а Х' это у нас как раз кси, то есть у нас получилось, что дф на Х, нет, я ерунду сказал, здесь нужно не ф написать, а ф маленькая, мы возьмем функцию ф от Х от Т, она не равна нулю, но у нас должен быть точка Т, это локальный экстремум, я ерунду написал, смотрю, у меня получается тоже ерунда, то есть у нас получается, что функция Ф на Х от Т, на нашей кривой, у нее в точке Т равной нулю, минимум или максимум, экстремум, значит, производная вот этой функции равна нулю, а раз производная функции равна нулю, то это означает, что градиент функции Ф, вот мы применим, умножим на Х1, штрих на это самое Х, это получится ноль, а так как Х0 точка не критическая, то это вот из этого вот, это у нас прямо вот уравнение такое было, я его вот там вот писал, вот на самом верху, вон она, видите, какое уравнение имеет вид, когда наша поверхность, это поверхность уровня, так вот это самое уравнение, вот оно как раз и есть, то есть у нас получается, что наше этот самый Х штрих, которое равно к Си, принадлежит поверхности уровня, доказал, все, геометрически здесь, если не ошибаться, то прямо вот получается всегда. Теперь последний кусок, я, последний кусок выглядит будет так. Ну хорошо, я произнес сегодня несколько раз слова метода множителей Лагранжа, и чего теперь с этим методом множителей Лагранжа, где Лагранжа, где множители, тут я сейчас еще быстренько простую лему сформулирую и докажу. Пусть у нас есть векторы АИТ, которые лежат в РН, в каком-то РН, и пусть есть вектор Б, который тоже принадлежит РН, тогда, и пусть у нас из АИТа на Х равно 0 следует для любого Х, пусть из этого следует, что Б на Х равно 0. Значит, еще раз, допустим, что из вот такого равенства, из системы таких равенств, справедливо вот такое вот система, справедливо вот это равенство, ну тогда Б, это и есть сумма лямбда ИТа на АИТа, и это такое, мы возьмем подпространство Пи, которое мы натянем, натянем линейную комбинацию для АИТа, ну если это получится все пространство, ну тогда это как бы очевидно, у нас просто будет базис в пространстве, а если нет, то у нас наше РН будет состоять из двух кусков, из множества Пи и прямая сумма перпендикулярного множества Пи, перпендикуляр. Теперь, если у нас Б принадлежит Пи, то тогда понятно, что оно есть линейная комбинация АИТа, а если Б не принадлежит Пи, то мы возьмем, тогда у нас наше Б будет Б перпендикуляр, ну и прибавить Б проекция на множество Пи, ну а теперь мы возьмем множество Б перпендикулярного, возьмем вектор Б перпендикуляр, возьмем ИХ равное Б перпендикуляр, у нас получится, что вот эти вот все равны нулю, потому что это перпендикуляр, он перпендикулярен всем векторам из Пи, значит он перпендикулярен всем вообще АИТам, ну а понятное дело, что Б на ИХ не будет равно нулю, потому что Б перпендикуляр, на Б перпендикуляр это будет у нас длина вектора b в квадрате, и это число будет не равно нулю. То есть, если у нас из вот такой вот штуки для любого х справедливо вот это, то тогда b это и есть линейная комбинация того, что я сказал. Ну а теперь давайте возьмем и аккуратненько выпишем, возьмем и аккуратненько выпишем, что такое у нас была поверхность s. В поверхности s это у нас были уравнения f1 от x1 и так далее, xn равно нулю, fm от x1 и так далее, xn равняется нулю. Это у нас поверхность так задавалась в окрестности некоторой точки x0. Тогда у нас t, s в окрестности точки x0. Это будет, ну нужно взять и написать, значит это будет d1 и f1. d1, это значит частная производная по x1. На x1 плюс и так далее, плюс dn f1 на xn равно нулю. Или еще иначе это можно написать, дельта f1 на вектор x равняется нулю. Это уравнение для ксиитова. Ксиита это соответственно x минус, у вектора x минус x0, ксиита у него уже начало в точке x нулевое. Ну соответственно еще их таких вот, тут я напишу dm, а дальше ничего не буду писать. То же самое, только нет, здесь-то будет d1, а здесь будет стоять fmt производная. Это у нас так описывается касательное пространство вот это. Кроме того, у нас была еще функция f и пространство t, то что я описал tn в точке x0, у него было такое уравнение. d1 fx1 плюс и так далее, плюс dn fxn, и это равняется нулю. То есть вот это уравнение, это было уравнение, градиент функции f на кси равняется нулю. И вот мы только что доказали теорему о том, что у нас вот это подпространство. Если мы ищем точки подозрительные на экстремум, то есть если есть экстремум, то вот это должно принадлежать вот этому. То есть что у нас получается? Здесь у нас есть куча векторочков, которые вот дельта f1, дельта fm, кси. И у нас примененные к вектору кси, они все равны нулю. А нам нужно, чтобы из вот этого следовало вот это. Тогда у нас, да, действительно, вот это будет под множеством вот этого. То есть у нас получается, что дельта f равняется сумме лямбда житых на градиент f житых. То есть у нас должны найтись такие лямбда житые. Это прямо вот точно лемба, которую я вот в конце там, я уже закрыл ее. Это и есть главное условие. Эти числа лямбда житые называются множителями Лагранжа. И у нас получается, что точка x0 является точкой условного локального экстремума, если дельта f является, это и есть вектор в пространстве размерности n. И это получается, что это, его можно представить в виде линейной комбинации того, что я написал справа. Да, я тут опять должен был, наверное, сказать слова, что все градиенты вот этих функций не равны нулю, и градиент функции f не равен нулю. Будем считать, что я их сказал. То есть что у нас получается? У нас получается m, n штук неизвестных, нет, m штук неизвестных лямбда, и n штук неизвестных x-ов, m плюс n неизвестных. Уравнение у нас вот такое и вот такое. И уравнение у нас вот здесь вот у нас n неизвестных в этом уравнении, и еще m неизвестных здесь. То есть у нас получается, что вот система составленная из вот этого и вот этого, она имеет n плюс m уравнений и n плюс m неизвестных. И это как бы хорошая ситуация правильная, когда у нас будут одинаковые, когда у нас будут изолированные хорошие решения поточечные. Ну а пишут это обычно, вот все то, что я сказал. Пишут обычно так. Берут и пишут функцию Лагранжа. Лагранж от x лямбда, которая равна f от x. Здесь потом пишут минус, иногда пишут плюс, это не играет роли. Это с точностью до знака лямбда житого. А здесь пишут сумма лямбда житая на f житая. А g от единицы до m. Ну сколько было тут уравнений, столько было. Это называется функцией Лагранжа. Это называется, ну вот, это ее значение. А теперь нужно взять и сказать, будем искать безусловный экстремум функции Лагранжа. То есть у нас должно быть производные функции Лагранжа по всем лямбда должны равняться нулю. И производные функции L по всем x катам должны равняться нулю. И вот это вот есть та система уравнений, которая нам нужна. Но эта система уравнений жульническая, потому что если мы продифференцируем по лямбда, вот эту вот штуку, то у нас, ну по лямбда первому, например, у нас это сократится. Оно от лямбда не зависит. А здесь у нас останется только f первое. И поэтому вот это уравнение, это в точности вот это уравнение. А вот эти уравнения, это уже честное уравнение. И оказывается, что когда мы решаем, ну вот какую-то характерную задачу, я примеры приведу на следующей лекции, на последней, то окажется, что это вполне себе решаемая задача. Вполне себе решаемая задача, и удается найти эти самые лямбда, и удается найти х-каты, и написать уравнение, и сказать, о, все получилось классно. Например, в качестве упражнения можно взять неравенство между средним арифтическим и средним арифтическим. Вот взять методом множителей Лагранжа и доказать неравенство. Его трудно доказывать вообще. Ну вот можно, с помощью большой науки можно доказать. А можно еще что-нибудь доказывать. Я опять же еще раз говорю, что я послезавтра про это порассказываю. Все. Значит, я сегодня рассказал. Рассказал я сегодня следующее. Я рассказал сегодня, во-первых, что такое касательное пространство, и что такое касательный вектор. И касательное пространство и касательный вектор доказал лему. Я ее доказал, потому что она мне была нужна в какой-то там момент. Кроме того, я доказал, я довольно долго говорил про всякие геометрические картинки о том, что такое условный экстремум, и как себе это надо понимать, и почему условный экстремум устроен именно так. И это вроде как бы геометрически еще понятно. А из этого прямо вот сразу, ну тут еще геометрическая лемма, в смысле вот эта вот лемма возникает, и из этого сразу моментально вытекает необходимые условия метода множителя Лагранжа. Бывает, что это доказывают по-другому, то есть не рассказывают про то, что я рассказывал, но тогда это получается очень трудная теорема. А геометрически она вроде, сама такая-то теорема доказывается достаточно просто. Я все это рассказывал по Зоричу, в Зориче все подлиннее написано, чем написано у меня. Все, до свидания. Ну и что?